Прошло уже целых два месяца с того момента, как наступил 2020 год. Два месяца, то есть я могу оценить доход свой на ютубе. Нет, теоретически можно было и через один месяц оценить, но январь это такой месяц, когда цены за рекламу были очень низкие, и там ситуация была очень плачевная, то есть я не набрал даже 100 долларов. Вернее набрал ровно 100, даже чуть больше 100. И то за счет самых последних роликов, которые более-менее набрали просмотры. Вот, а в феврале цены на рекламу уже выровнялись, и я более-менее объективно могу оценить свой доход на ютубе. Сейчас я вам покажу аналитику, график дохода, все подробно и в рублях, и в долларах. Но тут следует учитывать то, что в феврале я ездил в Петербург. Я вам об этом говорил, сейчас я вернулся за вещами, плюс нужно сдать квартиру, плюс продать майнинг-ферму, которую я с тобой, естественно, не повезу. Ну и в общем, когда я все это сделаю, я вернусь опять в Петербург. Вот, это я к чему. Пока я был в Петербурге, ролики не могли бы ходить регулярно. Я оставил несколько роликов на отложенную публикацию, они как бы вышли, но периодичность была такая, довольно редкая. А я в это время гулял, развлекался, ходил по барам, знакомился с людьми, было, короче, круто. Петербург, надеюсь, скоро снова свидимся. Еще одно отдельное большое спасибо хочу сказать своему новому приятелю Сергею, который показал мне город. Как оказалось, он тоже вел канал на Яндекс.Зене, доход у него был где-то 200 рублей в день, а потом вообще упал до 3 рублей, и он решил со своим жизненным опытом перейти на ютуб. Канал у него «Продуктолог». Ссылку прикреплю в описании, посмотрите, интересно. Сергей 20 лет занимался деятельностью, связанной с продуктами питания, и теперь решил этим всем поделиться, помогает людям выбирать продукты питания, рассказывает о том, какие лучше, какие хуже. В общем, если эта тематика интересна, то переходите и подписывайтесь. Ну а мы с вами давайте вернемся к теме заработка на ютубе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравиться» и поехали. Итак, канал мой на ютубе почти набрал 7000 подписчиков. Не сказать, что с самого начала доход очень сильно изменился, но давайте перейдем в аналитику, и я вам все покажу. Ну и вот, давайте посмотрим. Итак, расчетный доход месячный, это вот за 28 дней у нас 9735 рублей 16 копеек. Вот, так, смотрим. Самый большой доход у нас был в понедельник 24 февраля, это 624 рубля 84 копейки. Если обратить внимание, то большинство всплесков по доходу приходится как раз вот на моменты, когда я выкладывал видео. Вот, 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 вот эти пики. Ну, кроме вот здесь вот, здесь вот на следующие дни почему-то стало расти. Хотя я, в принципе, даже понимаю, почему. У меня вышло видео про новый вид обмана, и оно сперва не набрало, а потом постепенно стало раскручиваться. Сейчас оно у меня на первом месте среди остальных видео. С этим еще связано, что вырос доход. Вот, то есть, YouTube его раскручивает. Обычно видео у меня набирают в первые дни больше всего просмотров, а потом постепенно затухают. А тут получилось наоборот. В первые дни не очень много видео набрало, а дальше уже стало людям более интересно. Вот, ну, 9735 это довольно неплохо. Хотя тут вот видны проседания такие вот по 250 рублей, 237 рублей, 250 рублей, 230 рублей, вообще 203 рубля. Ну, то есть, самая минималка, вот, 203 рубля. Это начало февраля. До февраля там вообще печальная картина была. Давайте-ка посмотрим в долларах. Чтобы посмотреть в долларах, надо зайти в настройки, выбрать валюту. И вот здесь доллар США. Нажимаем сохранить. В долларах это 151 доллар. То есть, максималка у нас была 9 долларов, 57 центов, ну, практически 10 долларов. Сейчас это где-то 6,54, 6,22, 6,77, 7 долларов. Минималка 3,19. В принципе, довольно неплохо. Ну, вот тот период, о котором я говорил. Довольно длительный период. Сейчас я вот надеюсь опять вернуться к периодичности. Но сейчас, в принципе, у меня наблюдается такой довольно неплохой рост. При этом цена за 1000 показов, она особо не изменилась. Она даже где-то упала. Вот. Стабильная цена. Рекламу более дорогую мне никто не ставил. Чтобы было более понятно, можно опять вернуться к рублям. Давайте это и сделаем. Нажимаем. Так, ну вот, где-то 229 рублей за 1000 воспроизведений. Вернее, за 1000 показов рекламы эта цена. Вот. Здесь 201 рубль, 245. Ну, то есть, ничего особо не менялось в пределах 200-260 где-то. Давайте еще посмотрим монетизируемые воспроизведения. Так, и вот здесь вот скачет, реально скачет. Вот, было очень мало. Здесь вот стало больше намного. И вот, рост, да, существенный есть. Ну, не прям существенный, но такой заметный. То есть, здесь 3600. В день, когда 600 рублей мне принесло, это вообще 4500 воспроизведений. Здесь мало. Не сказать, что прям кардинально все изменилось. Но более-менее нормально. Для сравнения, давайте посмотрим график за 90 дней. Почему я говорю так про январь постоянно. Вот здесь у нас 31 декабря. Видите? Количество воспроизведений вообще катастрофически маленькое. Доход за 3 месяца 24000. То есть, в этом месяце мне пришло 10, а до этого вообще 24 пришло. Почему так? Ну, вот смотрите. 57 рублей пришло мне 31 декабря. Ну, там Новый год, понятно. Здесь вот там 96 рублей, здесь вот 130 рублей, здесь 126 рублей. Ну, и вот так вот. Очень небольшая сумма. Я за январь кое-как добрался до 6250 рублей. Ну, 250 еще нормально, 170, 184. В общем, в январе было с доходом очень плохо на Ютубе. Видимо, рекламодатели не очень хотели ставить в этот период рекламу. Хотя вот один день, 21 января, я получил 386 рублей. Это довольно неплохой результат. Начало февраля тоже отметилось не очень хорошо, 157 рублей. Вот. И сейчас вот доход более-менее вырос. Вот. И самое смешное, что цена за 1000 показов вот здесь вот за 3 месяца, которые показаны, она вообще упала. Ну, то есть, здесь она и 346 набирала, и 342, а тут вот вообще вниз скатилась. На данный момент она не достигла тех уровней, которые были до этого. В декабре, в январе вот она начала падать. Но, тем не менее, вот за этот месяц я заработал больше, чем вот за эти два. Вот. Последние 28 дней. Ну, 9735, почти 10 тысяч. Вот. Если посмотреть, то у меня сейчас самое популярное видео, вот как раз последнее. Вернее, оно сейчас будет предпоследнее, про новую пирамиду. Вот, как я говорил, оно вышло на первое место, хотя до этого сначала было вообще на десятом месте, потом переместилось на шестое место. И вот сейчас уже на первом месте. Оно у меня идет чуть больше 5 минут. Средняя длительность просмотра 3.18. Это намного ниже, на 41% ниже, чем у остальных видео, потому что короткое. Это, кстати, сказывается на заработке, то есть на видео, где хронометраж больше 10 минут. Там вставляется несколько реклам. Но я решил не перегружать видео информации. Сколько было, столько рассказал. Можем даже посмотреть, сколько это конкретное видео приносит. То есть нужно зайти в видео, перейти в видео конкретное, которое нас интересует, нажать на аналитику, доход. И вот видим, что это видео конкретное про пирамиду. Оно принесло где-то 201 рубль. 201 рубль, не так много. Давайте другое посмотрим, которое типа 600 рублей в тот день принесло. Так, аналитика, расчетный доход, доход, расчетный доход 516 рублей. И то это вот, наверное, последние дни докрутило. Да, в день, когда я его выложил, ну, естественно, в первый день ничего не принесло. Потом 263 рубля в первый день после публикации принесло. То есть оно постепенно набирает. Ну и можем посмотреть самые прибыльные видео, которые есть на канале. Для этого опять в аналитику переходим, в доход переходим. Здесь у нас самое прибыльное видео, оказывается, вот 5 видео, которые больше всего денег принесли. Из них вот на первом месте у нас Яндекс.Толоко в 2020 году, оказывается, Яндекс.Толоко всем-всем-всем интересно. И на пятом месте у нас тоже Яндекс.Толоко, сколько можно заработать за час. Здесь вот между ними три видоса. Кстати, один из них вот как раз где 516 рублей. Ну и на втором месте у нас, почему некоторые авторы не могут заработать на Яндекс.Толоко. Кстати, вот же тут подробный график по месяцам, сколько где я заработал. Ну и вот видно, что февраль, как я сказал, 9600. Январь чуть больше 6000. Декабрь 8000. Ну то есть вполне сопоставимо. Декабрь как раз цена за рекламу высокая была. Потом в январе все пошло не очень хорошо. И в феврале опять доход выровнялся. Ну как выровнялся, даже вырос. Ну вот, в принципе, я думаю, все понятно с этим. За март еще ничего не понятно, март только вот идет сейчас. Первые дни марта. Ну вот такой вот сейчас доход у меня на Ютубе. Это в принципе больше, чем у многих авторов. Потому что я слышал, что многие там у них десятки тысяч подписчиков. А получают они, ну, долларов 15 в месяц. Все, естественно, зависит от темы. Если у вас какая-то развлекательная тема, то платят очень мало. Если тематика заработок, бизнес там или что-то подобное, то платят намного больше. Если работать в этом направлении, развиваться, создавать контент, то я думаю, я смогу зарабатывать и чуть больше, чем сейчас у меня есть. Заработок увеличивается не так быстро, как мне хотелось бы. Иногда он вообще проседает. Вот как я показывал, в январе у меня там даже 100 долларов одно время не набиралось. За счет последних дней я вышел там. Деньги эти заработанные на Ютубе я пока не снимаю, никуда не деваю. Пусть лежат, может быть, пригодятся. Ну, естественно, пригодятся. Другое дело, что очень-очень трудно вести канал на Ютубе, то есть я пытаюсь выпускать по два ролика в неделю. Как я уже говорил в Петербурге, я не мог этого делать. Сейчас постараюсь войти в предыдущий темп. Плюс на Яндекс.Дзене я пишу там каждый день по три статьи минимум. Кроме субботы, в субботу я решил отдыхать и ничего не делать. Ни Ютуб, ни Дзен. В общем, писать каждый день по три статьи и снимать ролики два в неделю, это не так-то просто. Это на самом деле сопоставимо с нормальной обычной человеческой работой. Единственное, я к месту не привязан, и это большой плюс. Я уже рассказывал вам, что уволился с работы. Если не смотрели, ролик в подсказках прикреплю. Ну и сейчас сдам квартиру, продам ферму и переберусь на время в Петербург. В планах у меня нет обосновываться на одном месте, в планах у меня просто путешествовать. Я хочу посмотреть очень многие города, я хочу посмотреть очень многие страны. Надеюсь, Ютуб и Яндекс.Дзен мне в этом помогут. Если не помогут, я что-нибудь другое придумаю. Новую ферму, например, соберу. Не шучу, на самом деле новую ферму собирать не буду, это очень муторно. Она стоит там, шумит, электричество тратит. Если куда-то уезжаешь, постоянно думаешь, а как она там, что с ней. В общем, я бы не стал этим заниматься снова. Лучше бы я эти деньги куда-нибудь в другое место вложил. Сегодня, кстати, выставил ферму эту на Авито, но возможно придется продать ее по частям. Ну вот, в целом, что хотел, то рассказал. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч. Там еще в шапке у меня ссылка на инстаграм. Подписывайтесь еще и на инстаграм. В шапке.